Ренат Тухбатуллин. Здравствуйте, уважаемый Игорь Костимович. Хотелось бы в этом году сделать очередной заказ на кончике черенки одной посылки. Пожалуйста. А вот она. Манчжурца 200 штук подавай. Нет ни одного. Давно кончился. У меня была так там двухлитровая банка, остальное Сергея. Значит, что я хочу сказать. Черенки, персики, пожалуйста. Не больше вам лично двух. Всем по одному, вам два. Все. Не могу я всех обеспечить персиком, черенками. Ни одно дерево не выжит у меня. А манчжурцы, да. Отказываю. Но сыновья манчжурцев, если не прерывать, или прерывка не пошла, доведете до плотношения, и будет как там насыщение ментора, то есть влияние даже мертвого культурного черенка, такое, что еще от благородится и манчжурец сын манчжурца. Вот. Самое лучшее купить. Это даже не манчжурец номер один, там сын номер один или пять, а смесь прям со всех деревьев. Что будет, то будет. Вот это мой совет. И внимание. Вот ради вот этого, собственно, я и... Хотя реклама тоже нужна. Кушать хочется. Небольшой отчет. После аномальной холодной зимы 10 дней 41. Немного цвели, непривитые. Амур Ваньков ранний. Ну что Амур выживет, я еще понимаю. Ну как Ваньков ранний? Умудрился не будет. У привитых, заметим, цвели непривитые. У привитых цвели только те ветки, которые были под снегом. Итог. Плодов вовсю с полветра. Ну и то хорошо. Однако деревья выжили все. Вот это для меня не то, что шок. Я уже привык к этому. Но иногда думаю, ну как так? 41, 10 дней. И привитые, и непривитые. Все выжили. Дали хорошее простое. Но все-таки в моем саду это все росло. Это все воспитывалось 30 лет. Что получилось? Что я Тухбатулина обманул? Тухбатулина. Вот так вот. Я этим горжусь. Косточки сыновей мандюрцев посел в апреле этого года. Но пришла ранняя теплая весна. Аномально жаркое лето началось в мае. В мае в июне всего два дождя. При жаре 30 градусов. Ежедневный вечерний полив не помогал. Образовалась корка. Чернозем. Пытался рыхлить. Увидел, что при рыхлении у проросших косточек ломаются проросшие корички. Заглубление 5-6 миллионов. Ни сантиметров, как учит один из крупнейших современных ученых. Не буду называть ее даже по имени. Вот. Миллиметров наш человек. Накрыть пленкой для сохранения влаги можно сломать те немного ростки, которые все же взошли. Итог. 16 саженца из 20 косточек. Мне вот это поразило. 21 из 370, которая его косточка. Ну, то есть, как видите, тут тоже сибирские лидеры. В Татастане было биально ЧП. В сельхозсекторе выгорали целые поля. А зима рожь горох. Представляете, в каких условиях его сад жил. Пожелтели в июне, высохли. Рожь горох. Все показывали в новостях. Надеюсь, наступающий год будет ужасный. Удачным на этом пока все. Жду ответа по заказу. Так. Идет второй час. Я быстренько кипяточку сюда добавлю. Так. Вот. И будем продолжать. Спасибо. 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 Самое интересное, что все, включая этот желудок, кишки, как самогонный аппарат. И что мы потомки Гермафродитов, и все, вся вот эта агротехника, которая полностью. Я нигде ничего не читал. Я нигде ничего не читал. Не читаю и читать не буду. Я все это вижу. Кстати, что за девушка? Ага. Это Тимушкина мама. Так. Я ей сказал так. Ну, мы себе черенкель заготовляли. Я говорю, ну-ка, изобрази плакат «Добро пожаловать». Она говорит, как? А вот так. Вот это и есть. Добро пожаловать. Но науки больше сюда входа не будет. Вот. Ваулин свою сенсацию, свои научные труды преподнес, исходя из моей агротехники и моих сеянцев. Успех грандиозный, невиданный, тысячекратный по сравнению с этим, с его соседями. И ни разу не упомнил Железова. Вот. Теперь это будет не так. Когда-то до них дойдет, что это не просто сад. Это как бы производство Лексусов, когда отечественный автопром делает запорожцы. А вот это как бы Лексус. Вот так. Давайте. Присылайте переговорщиков. Какие условия. Вот. Железов Сергеев, что всю жизнь будет коронавщиком работать? Он же совладелец этого сада. Он что, коронавщиком всю жизнь должен работать? Елена Александровна Савинич. Какая-то самая. Пенсии станет доктором наук. А что она успеет вложить в это? А вы ей дайте на пару селем сто миллионов. И землю возьмут и вырастят. И там будет это самое. Как-то. Знаете, я когда был в саду Крутовского. На экскурсии. То есть мне было интересно. Привезите. Меня привезли. Вот. И вот единственный там нормальный мужик. Настоящий садоват. То ли Степана, то ли Степан. Тогда вы все знали. Сейчас вроде уволился. Я говорю, а ученые тут бывает? Ведь там же было. Это как музей. Технологии. 19 век. Все под снегом. Бывает. И что они делают? Садятся и пишут. А потом что? Идут лопат там что-нибудь. Нет. Уезжают. Попишут и уезжают. Вот это и все. А наши лучшие кадры. Нас любители. Которые занимаются Мерседесами и Лексусами. Рядом с запорожцами. Учеными. Вообще не востребованы. Для кого я говорю? А вдруг завтра? А то как Ребрика, главный редактор мой друг, вестников садовода мне рассказывал. Не, не мне. Он в этом статье писал. Животноводы назначили в институт сельского хозяйства. То есть в садоводческом направлении. Животноводы. Много он-то это. Откуда он поймет, что вот это вот и есть будущее садоводства? Вот то, что вы видите. Добро пожаловать, садоводы-любители. А наука теперь только через договор. Все. Сколько я их принимал ученых? Сколько мне Дускобилова привозил? Конечно, обида. Что там говорить? Вот еще одна прошла мимо. Нет, я теперь могу говорить. До самого Ваулина получился результат. Там все мое. Ну и что? Теперь уже не мое. Ни разу не упомнил.